Итак, лабораторная работа номер 2, вариант 3. То же самое условие задачи, то есть вычислить выражение. Единственное, есть дополнительные условия, то есть повторять вот их, не выходя, соответственно, в редактор Паскаля. Так, ну и как это можно осуществить, соответственно, здесь. Так, есть у нас программа предыдущая. Так, и нам необходимо повторять ввод до тех пор, пока мы не скажем, чтобы выйти, соответственно, из окна вывода. Обратно вернуться в окно редактирования. Так, для того, чтобы это осуществить, нам понадобится дополнительная, ну, во-первых, метка. Например, обозначим ее на label1. Так, и понадобится еще нам вспомогательная переменная. И сделаем ее в самочисленном. Так, теперь метку мы установим, соответственно, перед выполнением ввода, а именно перед комментарием, который выполняется стандартным оператором вывода. Так, а вот в конце, то есть мы поставим точку запятой. Так, воспользуемся предыдущими записями, чтобы заново не набирать. Так, и здесь напишем следующее. Хотите повторить? Вот, нажмите клавишу. Так, соответственно, при помощи вспомогательной переменной, то есть мы считываем то, что ввели с клавиатуры и проверяем условия. Если А равной единице, тогда, используя оператор безусловно перехода, переходим на метку 1. Тем самым повторяем ввод нового значения x. Так, ну и давайте проверим, что у нас в результате получилось. Так, вот мы вводим значение. Дальше нам пишется результат, ну и пишется тот комментарий, который мы написали чуть выше. То есть нажимаем клавишу 1. И у нас возвращается на начало. И теперь мы можем ввести новое значение. То есть в результате посчиталось. И опять просит нажать клавишу 1, если вы хотите повторить. Ну, мы нажмем любую другую клавишу. Цифровую. Ну и заканчивается выполняться программа. Так, вот что из себя выглядит основной этап выполнением лабораторной работы. Так, следующее. Чем здесь будет отличаться? Будет отличаться следующим. Так, ну, во-первых, нам нужно скопировать заново от начала до конца вашу программу. так, ну и соответственно ставить ее во вторую ячейку. Так, здесь нераз grown-up. Так, это tal, там, 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 Повторить. Так, ну и опять нам необходимо условие, а именно функция если. Так, ну и соответственно меняю, то есть мы видим соответственно новый результат. Здесь не получится перейти на мой, потому что здесь отдельно составляющие ячейки. Так, следующее отличие. Опять у нас меняется истинная программа. Так, ну и меняются условия. Вставляем новые условия. Редактируем. Так, ну и что у нас поменяется в результате? Вот блок схемы. Так, мы чуть увеличим. Соответственно. Так, блок конца перенесем ниже. Так, и нам нужно добавить соответственно. Ввод значение A и условия и переход соответственно на метку. Так, справа мы тоже чуть увеличим. Размер. Так, ну и дополняем. Так, ну и дополняем. Так, пишем здесь вот значение A. Дальше у нас понадобится условия. На равном единице. Так, ну и вам необходимо зарисовать соответственно стрелки направления выполнения. Так, если условие верно, мы возвращаемся обратно на блок ввода. И если условие не верно, соответственно выходим из программы на конец. Выспожим в этом плане dialogu. Размер. Так, ну и вот как выглядит блок схема и соответственно efendim film, на данную программу то есть это мы выполним третий этап ну и четвертый этап нам необходимо защитить